Все, мы в записи. Я не буду больше ничего трогать. Все, давайте быстренько раскрываем все свои, может, помоды. Мы остановились. Сейчас расскажу. Мы остановились, если я не ошибаюсь, на UT, AMO, B. Вот мы, там такая ступенечка, да, там нету, не отмечена отдельная семья. Кстати, непонятно почему. Но не так бывает. Давайте пока просто кто-нибудь... Вот, Анька, ты почитай, давай. Это откуда сетата вообще? Такое смешное? Неа. Ну, сама подумай. Таких слов не может быть. Язык совершенно другой. Вот у нас на предыдущей страничке в штанзале, то есть на этой же самой... Э, че, че, какая запланированная проверка? Не надо нам запланированную проверку. Потом будет. Не надо сейчас. Так, еще раз. Не нравится, что у меня спиды. Кого чего? Не нравится, что у меня спиды. А здесь можно включить? Может, это включить? Ну, этот можно включить статану, потому что он не делает вот так, вот так, а вот он вот вам будет. Мне совершенно прекрасно. Это нормально будет? Да. Меня, по-моему, сказать, в 10-ти лета только раздражает. Это самое... Что я хотел сказать? Да. Значит, откуда эта цитата? Это цитата из Брайта, которую мы выбирали в прошлый раз. Она на предыдущей странице. Там Брайта про благодарственную жертву. Вот, которая Ба, это Бе-Бе-То-Да. Это последнее мнение в этой Брайте. Смотрите, ну, у того, у кого штанзайц на страничке напротив, а у того, у кого не штанзайц, просто чуть выше по листу, по страничке. Там написано. Так, теперь что это все значит, Анька? Что, вот эта фраза, что вот это сейчас, если он приносит фурбан туда, в виде музея, то он... Да-да, сухот. То он... То с жертвой, которая просто... Нет, не знаю, сейчас... Ну, значит, Йон-Це-Ба. Но выполняет. Да. То есть он может этой же самой жертвой выполнить. Да, выполнить заповедь Симха в праздник. Но не может выполнить заповедь принесения обязательной жертвы в праздник. Хагига. Совершенно верно. То есть там есть Шламей Хагига и Шламей Симха. Шламей Хагига, они вполне обязательны. Можно приносить обязательны. Да? Мирная праздничная жертва. Это основа, как сказать, праздничной столовой. А к этому можно добавить Шламей Симха. То есть как бы дополнительные праздничные жертвы, как бы радости. Так вот этот самый курбан туда, благодатственная жертва, может пройти в качестве радостной жертвы, но не может пройти в качестве праздничной. Это тоже, ну, тоже тут сказано. И тоже сказано в Брайте. А дальше обсуждение. А дальше. Что это? Да ваша верхова и... Да ваша верхова и... Да. А это говорят, ну, типа, понятно, да? Да? Что... Вот почему это повторение? Да ваша верхова и... Да ваша верхова. Это... Это нечто обязательное. А, да ваша верхова, да. А, вот эта вот хадига. А то, что... А та вещь, которая обязательная, она может приноситься только из кулины. Из обычного, не посвященного ничему другому животному. Да? То есть... Ты не можешь, конечно, отлично принести одного там козленка. И сказать, а это у меня там будет и это, и это, и еще пятнадцать. Ну, так делать нельзя. Вот. Ну, для каждого... На каждого... На каждого яца нужно... Ну, для отдельного козленка. Значит, это... Значит, это... На то, что обязательно, это должно быть только обязательное. И к ней ничего приносить. Оно должно браться из обычного ничника, ничему другому, не посвященного скота. Да. Окей, понятненько. Когда он говорит, тогда зачем, тогда нафига нам двоил этот Раби-на-Забра-бишимон-это? Вот эту фразу. Вот эту фразу. Почему? Что он говорит? Ино-ю-цеба-ми-шум-хай-юля. Это же пшито. И так понятно, что говорит пшито. И дальше, но-цри-ха. Вот это вот? Да, да, да. Это ответ, говорит. Почему не пшито? Да? Что такое пшито? Пшито – это возражение в любом случае. Это всегда возражение. Он говорит, мы сказали нечто. За каким, значит, фигом мы его вообще сказали? Даже вроде бы. Потому что мы вроде бы и так это могли бы понять. Не надо было бы этого говорить. А что значит? Он говорит, лоц-рыха – это значит, что… Ну да, надо было говорить. Не совсем так. Да, но еще кое-что. То есть он говорит, а он говорит так. Это в принципе твое рассуждение правильное. Ну действительно, даваться буквально, а вот это там, да, ну, бами нахуй. Он говорит. Однако, это необходимо сказать для некоторых специфических случаев. Лоц-рыха. И там дальше он объясняет, в каком случае это важно. То есть, что вот это уже, это уже написано. Это уже точно сама не справится. Речь идет вот о чем. Что когда он теоретически благодатствует, «Благодарственная жертва, она же, ну, как бы ты ее…» Это примерно, примерно на это, да? Ну, как мы уже говорили, это где-то там поле «Недаринга» на… Значит, когда ты выделяешь эту скотинку для «Благодарственной жертве», «Благодарственной жертве» какого-то праздника. Это вот то, что называется «Парс». «Нехарэс». Да? «Недаринга» прямо говорит, что она будет совмещать эти функции. «Именно для этого он говорит, что даже так нельзя». Это понятное счастливое состояние? Нет, нет. Сейчас я попробую объяснить. Сейчас. Лоц-рыха, да? Ахальгав? Ахальгав, несмотря на то… Даже если он разъяснит, что она будет совмещать эти функции. А что это будет «Их и Гега» или «Дуда»? «Их и Гега» или «Дуда», да. А. Даже… То есть мы могли бы подумать, то есть как это работает, да? Когда он говорит «Пшито», он говорит «Ну ведь есть же общий принцип». Он говорит «Но мы могли бы подумать, что если он заранее сказал, что это будет «Их и Гега» или «Их и Гега», то так уровень фактации». Ответа нет. А, то есть… Ага. То есть вот поэтому была сказана вот эта функция? Да, поэтому была сказана эта функция. Иногда они… Иногда они… Иногда они… Иногда это вводится вот этот вот «Сриха», а иногда вводится «Мауду Тейма», оператором «Мауду Тейма». Что можно сказать по этому поводу? А можно было бы сказать, что в таким-то случае вот так-то это будет работано. «Камашное», обычно это называется. Обычно это закрывается выражением «камашное». Вот так вот. Короче, понятно, да? Поехали дальше. Что-то так. «Ки Зиба Немния гаде Шиман бен лакившми ради нюханай». Когда баа міней? Когда баа міней, раб Шиман бен лакившми ради ёханай. Ба, это просить, требовать. В чем вопрос, значит, он говорит, это как бы дополнение к тому, что мы только что сейчас выучили, да, и вот действительно спрашивал Решлакиш у Рабьёкна, он же Решлакиш. А вы что, может, я попробую, что Алейка, да, вот это всесожжение, да, Алейка? На мне, как бы, на мне благодарственное жертву, я обязуюсь принести благодарственную жертву. Некто говорит, я обязуюсь принести благодарственную жертву с тем условием, что я выполняю этим жертв, обязанность принести праздничную жертву. То есть так все-таки можно? Нет, он говорит, Мау, можно или нет. Если некто сказал так, что будет после этого, да, каков закон? А если он взял такой нет, дал такой нет? Он вот сказал, вот этот вот конкретный козленок, или там вообще, или там, не знаю, даже не обязательно конкретный, а некий козленок будет принесен в него благодарственную жертву за то, что не наехала сегодня машина, а заодно он же будет считаться как бы шламейхагипом. Или же, второй пример, еще более наглядный, я принимаю обязанность Назерута. Да, и буду, и, наверное, это самое, что он не будет бриться. Наоборот. Будет. Наоборот. Когда он заканчивает Назерут, когда он заканчивает срок Назерут, Назерут всегда заключается на некоторый срок. Обычный 30 дней. В стандартный Назерут. После этого он выполняет некоторый ритуал. Он обреется полностью, в том числе волосы Назерута, если не ошибаюсь, и приносит... А может, и нет. Может, Назерут только прохоженные. Я не помню. А он только Назерут. Я не помню сейчас. Да, может быть. И приносит определенные жертвы. Я имею в виду именно эти жертвы сейчас. Которые идут вместе со стрижкой. Бриться-то ему бесплатно. Дело не то, что он парикмахер пойдет на эти деньги. Дело... Да? Парикмахер тогда не ходили. Они сами как-то справлялись. Дело в том, что при этой бричке он еще и приносит жертвы. Так вот, эти жертвы... Он говорит, пусть эти жертвы пойдут из денег на Моасер Шинь. А, это еще вот это... Да, это тоже ловкачник, который мне хочется вместить. Я, говорит, беру на себя Назерут, но денег у меня маловато, и поэтому те жертвы, которые я должен буду принять в конце срока этого Назерута, я выкручу из денег на Моасер Шинь, которые все равно нужно пропить именно в Русалиме. В принципе, так даже и получается. Ну, жулик он, конечно, но в целом, как бы, он не особо на чего-то нарушает. Да? Потому что так в Русалиме все, да? Теперь, Моасер Шинь, он говорит, и какого, собственно, что это будет? И что ему отвечает Рабьев? Амаде на дурге Эйна Версе на дирге Эйна Нагамея. Он отвечает, что нет, что нельзя. Нет, он говорит, что обед на себя принял. Обед принят и принят. Но так, чтобы он заодно был бы Исламеха, и да, вот это вот и нет. А, почему? Обед принят, но мухи отдельно. Обед принят, но мухи отдельно, да. То есть, как бы, то есть, Каздонков все-таки два. Он говорит, и тут то же самое, он говорит, Назиром, Назиром то он будет, но в конце 30 дней он должен будет принести жертву из Хулин, а не из Моасер Шинь. А, ага, окей. Браты. Браты. Окей, давай попробуем справиться с этим араминским. Некто. Некто. Некто человек, да, Марк сказал, что сказал ему, да? Сказал им. А им. И имеется в виду, что человек умирает. Человек умирает. Это завещание. Он говорит собравшимся в его смертную ложь. То возьмите, возьмите четыреста. Нет, не собирая, отдайте. Отдайте четыреста вот этих людей, там, поконок, и он возьмет мою дочь, чтобы дочь женилась. Да, да. Отдайте мне четыреста зуз, а он пусть женится мою дочь. Амара от папа. Арбанеа Шакель. О-братея. Браты. Браты. И-и-бай-на-сер, и-бай-дон-на-сер. Он говорит, что четыреста этих самых... Теперь, а вы знаете, что получается? Чувак помер, наследники приходят в кровавую папу на суд, а папа выносит некоторые решения. Какое решение? А что, надо дочь спросить? Нет. Дочь спрашивать точно не надо. Мы не совсем там сейчас, да? Нет, спросить надо не дочь. Спросить надо этого друга. А он... Он говорит, четыреста-то денег он пусть возьмет. Потому что тут как бы есть распоряжение, да? Ему завечено четыреста зубов. А дочку захочет, пусть возьмет. А не захочет, пусть берет. Это на него никакие обязательства не налога. Нельзя завещать душу. Деньги завещать можно. И это носит обязательный характер. Да, то есть как бы... А вот не работает это условие. Точно так же не работает это условие, как в предыдущих анекдотах. Это же иллюстрация к предыдущим анекдотам. Он говорит, назируй, пожалуйста, назируй ты будешь, да? Ну, в смысле, не пожалуйста, а даже наоборот. Твои слова, что ты берешь на себя, назируй, имеют обязательное действие. А вот условия, которые ты поставил, извини, не работают. Так и тот, он говорит, нельзя принудить человека, как бы, жениться на нелюбимой девушке. Девушку молит, извини, а жениха нельзя. И коль скоро у него вышла из-за того, что пусть он возьмет 400 зубов, пусть возьмет 400 зубов. Да, тут сделать ничего нельзя, наследники пролетают. А вот дочку, ну, что, как получится. Надо на дочку посмотреть. Ага, прикольно. Дальше. Дочка остается господомой. Дама, да, да, Амар. Да, оказывается, все-таки можно немножко обмануть судьбу в этом смысле. Ну, ну, нет, ну, что-то... Значит, это работает только тогда, когда он говорит, дайте ему, и тогда пусть женятся. Если дайте ему, и тогда пусть женятся, он берет и не женится. Ну, или там, хочет жениться, дочь не женится. Но если он говорит, пусть женятся и возьмет, тогда он, тогда это условие, да, тогда это условие. Если он женится, то берет, если он женится, то не берет. Это все равно ему не принуждает брать цифру. Да, потому что нельзя, это нету такой, нету такого никакого, короче, нету, невозможно. Папа не может принуть левого человека, и это же так, все бы так делали, да? Папа не может принуть левого человека, жениться на ком попал. Да, на полсказы, что если ты женишься, то у тебя... Если женятся, дадут 400, а если не женятся, не дадут. Вот тогда так, как оно и есть. Тогда не может дать, а приказы дать. Тогда не может, а вот если он дает 400, то пусть возьмет, и пусть женится. Если эти как бы выглядят как независимые между собой условия, тогда они и есть независимые. Четыре-то он берет. А Жениса, ну это же его, как бы, знаешь, как бы... Каждый тут будет завещать, там, сколько... Давай я уже немножко закончу. Тут уже пошел крутой арамейский... Ятих, это Яша? Да, это Яша. Ятов Марэймар, это один из поздних иоаннских мудрецов, сидел и... Сидел, восседал, да? Сидел в, в смысле, Яша бы Ишива, да? Ишива, в нашем смысле, просто. Вот. И излагал эту Алаху от своего собственного имени. Это вот предыдущее. То, что в середине было, это не Алаха, это история, которая поддерживает. Но, в принципе, это порождает некоторый общий принцип, общую Алаху. Если выдается некоторый сет условий, из которых одно выполнимое, а другое вроде как невыполнимое, то выполнимое является обязательным, а не выполнимых не выполняется. Алаху. Да? Это Алаху. Это такая... Так с Назиром, так с этим самым, как его называется, с трудой, да? С водоразком. То же самое с тетенькой. Да? То есть, опять же, принудить человека жениться нельзя. Нет такой истории. Ну, в смысле, там есть некоторые ситуации, но даже и тогда, где можно, можно деньгами отдать. Вот. В такой ситуации все-таки можно. Но, если бы ничего плохого не сделал, то нельзя. Вот. Амар ли Равина ли Марина? А, кунгаки Макмиту ли? Ладно. А, нет. Кдеба миныреш лакиш мирабьёхану Макмину. Ладно. А Равина ему говорит, вы учите это таким образом. А мы учим? Ну, мы в каком-то, в другом пуске, в другой шире. А, Аннатами. Аннатами, да. Учим это через то, что спросил Равина Лакиша Рабьёха. Ну, так как мы учили сейчас. Мареймар говорил, просто как Аллаха. Вот я вам говорю вот так, вот так вот. А где он? В каком моменте? Вот там был? Вот здесь он сказал. Здесь написано, что он сказал это Аллаху просто. Он сказал Аллаху просто от своего имени он дает. А я вам говорю вот так, вот так. Вот если человек приходит и говорит вот так, вот так, то с ним будет вот так, вот так. А Равина говорит, извини, но это не совсем твое. Он реально у него шпидку вставляет. Да? То есть мудрецы очень любили такие дела. Они как бы... Он говорит, ты это сейчас за свое имя не говоришь, но на самом деле 200 лет назад это сказали для тебя. Мы в наших, так сказать, кружках сохранилась до этого традиция. Мы помним, что на самом деле диалог между Рэш-Лакишем и Рэш-Лакишем и Рэш-Лакишем. А, не ты сейчас, Рэш-Лакишем. Угу. 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 Да, нет. Дальше это я сам. Я еще сам пока не знаю, что мы не знаем, что там идет. Танитана камы гарабь егидцхак бараба. Вейкравы таулаабы ясэ камешпак. То есть, мы вот это нет, мы посмотрим про что речь. Угу. Вы и про это. Угу. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok 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 И Бек Шамаю, который этого трюка вообще не умеет делать. И Бек Гилелю, которому для этого трюка это как раз самый результат этой брата все равно нужен. Потому что он будет из двух этих вещей. Понимаешь? И результат этой брата это лад хува. А она нам нужна для шламей хува тоже. Как и шламей надава. Для Бек Гилеля. Теперь как работает этот трюк? Сейчас попробуем выяснить. Давайте посмотрим, что растешь. Да, и даже Бек Гилелю нужен стих. После того, как они выучивают из вот этого стиха необходимость смехи для улад хува. Я уже перестал говорить по-русски. И они выводят этот самый принцип шламей хува из обоих них. Ни шламей надава, ни улад хува. Это понятно вот до суда? А он должно быть понятно. Это то, что можно говорить. Теперь как он это делает? Я все равно не понимаю. Это мандра. Ребята, это надо даже переводить, по-моему. Это просто красиво, как стих. А вот. В Бекабарах, ты мол, олад хува, шэкэн калэй, ты мол, олад хува, литлокста ама смеха бэрэйя, шэкэн калэй, дэгалэйт, а в исламей надава, катал бы, у смеха, а цада шавэ, шэбэ, шэбээ, шэбээ, вот, 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 про чего я говорю. Все остальное это мантра. Она, это такой напив, который, как бы, который нам, ну, в принципе, должен был бы объяснить, как это работает. На самом деле, он объясняет, как это не работает. Да? Он говорит, это они не работают, потому что там, потому что там, ну, вот это, потому что мацуй. Это не работает, потому что она, потому что она сжигается полностью. Да? Как же она работает, говорят так? А-а-а, говорят они, лахазар один, отца даша вэшэ бээ, да? Что общего между ними? Да? Вот мы должны, они, каждая по отдельности, они не работают. А вот это значит, нахоинь, да? Да, да. Теперь, находим, цада шавэшэ бэээ, да? Какой признак, у них, у них, может быть, ? Дорогов. между ними, что это персональные жертвы. Мы сейчас не говорим про общественные жертвы, но про персональные жертвы, это персональные жертвы и к ним полагается возлияние. Не спрашивайте, при чем здесь возлияние, оно здесь ни при чем, оно является цадошаве. Он говорит, когда я приведу в эту категорию любое жертвоприношение индивидуальное, личное, которому полагается возлияние, и какое же оно. Ну, искали-то мы чего? Шламейн-дава. Шламейн-дава. Шламейн-дава мы уже выучили. Шламейн-дава там есть и есть и есть микрам-фураж. Про олад-надава и шламейн-дава есть микрам-фураж. Это то, чему посвящены первые главы книги Вейкрафта. Угу. Да? Дальше у нас появляется стих, с которым мы вроде бы, как можно выучить, олад-хува. У нас провисла четвертая клетка, шламей-хува. Шламейн-дава говорит, ну провисла и провисла, хрен с ним, не нужна, она нам не нужна. Он говорит, ну как же так? Три клетки вроде заполнены, а четвертая че? Он говорит, еш-садошаве-шабаэн. Да, еш-э, это индивидуальные жертвы, требующие влияния. Так, тогда мы приведем им вот эту вот жертву тоже, которая так же индивидуальная и так же привыкнет. Следовательно, она так же приводит его предложение. Вот так. Вот это вот то, что называется лель-модаль отца дешевле. Еще раз. Да, это немножко было окружительно по первому разу, да, сейчас мы в первый раз, наверное, на какой-то предпрыгнули. Немножко было окружительно по первому разу, но... А причем, да, гемары это даже и не освещают, это Рашина подробно объясняет как. А иногда в гемаре это, обычно в гемаре это объясняется более подробно. Ну, примерно так, как у Раши. Да, по первому разу ошеломляет. На самом деле ничего сложного, да. Обычный, обычный, обычный мудрецовый фокус, ничего как бы, ничего особо не выдающегося. Да. Из этого мы не можем вывести, из одного этого. Мы хотели бы вывести из этого, но у нас не получается. Мы хотели бы вывести из этого, но у нас опять не получается. Но тогда уж из двух из них мы можем вывести. Для этого нужно найти отца до шабей. Отца до шабей, да. И находим то, что это индивидуальное. А, тогда в эту же категорию падает и вот это вот. Я ведь не то, что единственное, что я не поняла, но все-таки я не поняла вот эту вещь, почему нельзя учить из чего-то, что часто происходит. Казалось бы, наоборот, если этого много, так из этого и учи. Смотри, для меня, это хорошо, что ты сказал, да, для меня это тоже автовало с тонким моментом, но мне кажется, что я начинаю приближаться к нему, а не этого момента. Да, сейчас я попробую что-нибудь, какой-нибудь пример привести. Ну, грубо говоря, там примерно так работает, да. Если у меня большая библиотека, у тебя маленькая. У меня много книжек, а у тебя меньше. Из этого следует, что некоторые книжки, которые есть у меня, у тебя, у тебя их нет. Как-то так и положено. Скажи, ну так, это, 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 как бы, обратное, или нет? Нет, не обратное. Непонятно. Непонятно. Я самому пока не очень понял. Ну, если ты каждый день ходишь пушком по хоробу, у тебя есть определенные, вот, правильные факты ходят. Как ты дорогу переходишь, как ты идешь по тенегой или по солнечной стороне, но когда ты раз ходишь, идешь к ночной походу, к мертвому морю по пустыне, ты идешь по совершенно другим правилам. Чудово. Почему же-то мы учимся, когда из похода на мертвый море, когда я хожу раз в году, а не оттуда, когда я хожу все время. Так мы и не учим. Мы и не туда, и не туда не можем. Мы не можем из похода учить про пустыню по городу. И наоборот, мы тоже, и наоборот, мы учить тоже не можем. Да. Ни туда, ни туда. То есть это просто разные случаи, потому что один чаще и ничего. Единый, знаешь, это может быть? Да, но здесь-то, здесь-то аргумент. Не потому что это разные случаи, а потому что это Нет, он говорит так, что… Ну, он говорит так, смотри. А это я и пытаюсь сказать. Он говорит, они говорят, что из того, что это существенно более распространено, чем это, то у них, возможно, есть разные законы. Ну, когда вы так скажете? Ну, как, например, скажете, вот… То есть, что, а, если существенно больше, чем это, то тогда у них разные законы, и мы… Но при этом… Смотри, на самом деле не надо к этому относиться… То есть они же учат из того, с которым меньше или нет? Они вообще никого ничего не учат. Они учат из ЦАДА ШАВЭ. Они учат из ЦАДА ШАВЭ по совокупности. На самом деле не надо к этому относиться чуть-чуть серьезнее. Это некоторая формальная зацепка для того, чтобы… Чтобы лифрох, да, разбить этот кальвахон. Реально, она не про что. Она и про то, что, окей, ты учишь так, отсюда туда. Но, смотри, вот это редкое же отношение, а это совершенно не часто. Возможно, у них разные, как бы, у них разные законы. На самом деле это чисто формальная зацепка к тому, что мы на самом деле хотим сделать. Хотим сделать мы вот это вот самое ЦАДА ШАВЭ. Мы не только хотим делать ЦАДА ШАВЭ. Мы хотим спасти эту Брайту для Бейтфилеля. Брайту, которую мы вначале привели. Смысл-то в чем? Что, напоминаю, Сетин, да, сидит, значит, мудрец. Перед ним, значит, этот вот живой мунитофон. И рассказывает Брайту. Он говорит, подожди, подожди, отметь себе там, где у тебя там влоги, что это бет-шамайная Брайта. И дальше начинается движение. А почему, собственно, бет-шамайная? Может, и бет-хиле или нет? По-моему. А он говорит, а бет-хиле или нет? А бет-хиле или нет? А бет-хиле или нет? Вот так, просто так, он и чуть не умеет. Ему нужно и то, и вот это. И тогда, значит, эта Брайта ему для этого как раз и нужна. То есть все это было для того, чтобы доказать, что эта Брайта нужна? Конечно. Конечно. А почему? Ну, кажется, она им интересна. Нет, вообще он не имеет. Вопрос такой, а что, разве всегда приведенное Брайтом важно доказать, что она важна? Нет. Иногда нам оно помешает. Вот, нет. Здесь она нам не мешает. Здесь, наоборот, он говорит, нет. Высокое искусство состоит в том, чтобы все сбывалось по всем мнениям. А, вот. Но это высокое искусство, да? Такое, иногда это, иногда это, а, недостижимое, б, нежелательное. А здесь получилось вау, да? А здесь правильно, как получилось. И то, что объяснение этого сомнительно сложное, это дополнительный плюс. Мы выиграли, на самом деле, изучение вот этого способа создавшегося. Нам нужно было всего, всего этого понемножку. Нам нужно было, грубо говоря, спасти Брайту. Просто для красоты. Ну, да. А зачем мы все это остальное делаем? Ну, нет. Я к тому, что иногда, конечно, не спасают Брайту. Вот я подожду. Иногда. Еще раз. Давай, давай. Действительно, я не, как бы, не то, чтобы прямо специально, специально, например, проводил исследование. Ну, прям, давай попытаться замечать, в какой ситуации они делают так, а в такой иначе. Это интересно. Слушай, я первый раз. Да. Это же самое. Утром для них было очень важно сказать, что Брайта и для тех. Нет, нет. Это далеко не первый раз. Это далеко не первый раз. Время от времени мы это делали. Просто чуть менее замысловатым способом. Такого замысловатого способа реально не было. Ну, реально, нет. У меня вопрос. Извините. Ну, просто всегда важно им сделать, чтобы Брайта была? Нет. Ну, вот. Нет. Иногда Брайта очень мешает. Наоборот. Наоборот. В том-то и дело. Тут ведь разворачивается некоторая драма, которую мы заслуждаем технических словах просто не заметили. Да? Реально. Идет этот человек и на глубом глазу зачитывает ему Брайта. Он дает, стоп, стоп. Мне эта Брайта, мне вот к чему-то, к чему-то этому Ицкуку по Рабе, эта Брайта стала поперек голову. Он сказал, давай мы эту Брайту засунем в какой-нибудь дальний архив, где у нас будет Шамай храниться. И не будем вынимать там без особой надписи. И дальше Агимар говорит, да как же так? А как же мы, да? Как же ты вот так вот прямо вот с Брайтами, вот каждую Брайту мы там сейчас будем хрен откуда засовывать. Как кому что не понравится. И дальше вот разворачивается вот то, что разворачивается. Так это же еще не конец. На слабенность. На слабенность. В цавре и бейчамай шламей хува лоба усмеха. А разве бейчамай думали, что обязательная мирная жертва не нуждается в возложении рук? В Атанья, Амара Бьеси. Вроде вы же думали, мы же об этом думали. Вроде думали, но мы же опять об этом по косвенному наведению думали. Ну еще раз, у нас есть некоторые результаты, понимаешь? Тут же вся хохма состоит в том, что все это высосано более-менее из указательного пальца. Потому что, как бы, у нас есть некоторый расклад в нашей нише, да? Что бейчамай запрещают возложение рук, а бейчамай разрешают в праздник. Все. Больше мы ничего про них не знаем. Дальше мы навернули 40 бочек арестаторов, чтобы понять, а как, собственно, устроено было мышление каждого из них в этой связи. А теперь мы давай подумаем, они ошиблись, но и мы по дороге. Он говорит, как же так получилось, что бейчамай отрицают необходимость в возложении лука нюшломы хобба. «Вея Таня, амар абь Йосиф, лон не хваку бейчамай у бейхилель ала смеха ацма, ше цары, аль ма не хваку, аль техеф ли смеха шкита, ше бейчамай умре меймо цари, ко бейдирел умре цары». Говорили, именно так, совершенно верно. Но теперь они формализуют это как, что бейдирел и бейчамай не спорили по поводу того, что в возложении он вообще, говоря, необходимо. спорили только по тому поводу, необходимо ли оно непосредственно перед забиванием или нет. Бейчамай говорит, что нет, что можно возлагать руки раньше, а забивать жертву сильно больше на следующий день, например. А бейдирел и бейдирел говорит, что нет. Смеха должна... Да, да, у нас была такая брайка. Если бы кое-кто ходил на занятия целиком, знал. Вот они, например, знали. Значит, да, у нас была такая брайка, где их мнение дополняется именно так, что бейчамай требует возлагать руки до наступления праздника, а праздник забивать. А бейдирел и бейдирел говорят нет. Почему? Тебе здесь находит объяснение. Не потому, что бейдирел и бейдирел считали, что возложение рук на обязательный мир на жертву вообще не будет. А потому, что они считали, что может быть реально большая дистанция между возложением рук и собственным принесением жертв. Бейдирел и бейдирел. А так сказать, бейдирел говорит... Говорят, оказывается, есть еще Махлоки Танаим, поэтому со собственным поводом. Рабиос и Стан считают, что они разошлись не по поводу необходимости смеки самой по себе, а о том, насколько близко она должна быть к джету приношению. А другой Рабиос и Барабиоси говорит ровно обратно, что они не разошлись по поводу того, что не расходились по поводу того, что потребуется непосредственно перед джетом приношением. А разошлись именно по поводу того, что Бет Шамай не требует этой смеки в определенных случаях вообще. То есть и тот, кто воспроизводил вот это рассуждение прямо перед этим, шел по поводитовому последнему мнению, а не по тому первому. Это внятно сейчас? Более-менее. Более-менее. Давайте, у нас чуть-чуть еще времени не есть, давайте посмотрим. Ашка. Чего нет? Я читаю? Да, ты читай. Вот Маша Аня. Я читаю. Я читаю. Я читаю. Я читаю. Покудру Уолазнир. Уолазнир, адаптированную помидожность лучше många семьи. Ну, типа того, да, собрались и наехали. Ну, что у тебя тут за живот? Чего ты тут сюда нам привел? Кива, кива, макива. Что это за животное? Он да принес для волы, да, как мы помним? Да, а тут он говорит... И привел самца. Для того, чтобы сражение приносит самцов, а в этот сам как раз, наоборот, сам. Ну, приводил. Ну, в общем, он ему говорит, что вот, это самка и привел. Я иду сюда в планетарный институт. Киршкеш, лаэнга, безнава. Да, я молчу лаэнга. Киршкеш, безнава, там Раш, он объясняет, очень смешно, что... А он при этом потрясывал ее хвостом так, чтобы не было видно, какого она укола. Ну, и пошли они себе, а молили. Причем, значит, получается, что? Он, значит, привел в храмовый двор, это животное, чтобы совершить оллу въемутов. Теперь, у Хиньки Шамая, который думает, что оллот въем-то вообще нельзя приносить с одной стороны. И уж возлагать на них руки тем более не следует. Я спрашиваю, а что это такое-то? Он им говорит, а, ну, давайте не будем сейчас это так... Сейчас конфликт нам не нужен. Он им говорит, это кушать буду, да. И так одновременно сутливо закрываю ее, так сказать, половые органы, чтобы пол не бросался в глаза, так сказать. Вот. Да. Да. Так, это не конец истории. Скорить-то он не хотел? Окей. Окей. Не попросили, а в смысле они собрались, как-то. И векшу это в данном случае захотели. Захотели установить аллаху по их мнению. Какой именно аллаху? Что нельзя приносить улот. Шламим, шламим можно. Улот нельзя. А про улот не согласен? Конечно. Он же говорит им, я, конечно, я с вами полностью согласен. Никаких улот. Спрашивай шламим. Вот, видите, девочка. И так улот. Вот. Они говорят, отлично. И ты согласен. Вот и отлично. Тогда давайте навеки запишем в аналог, что мы вот правы. Улот. 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 Бабы Бенбута, да. Известный человек. Улот. Ну, все-таки, наверное, старец. Да, не в том смысле, что он был очень старый, но в том смысле, что он был очень умный. А не то, что старец, это почему? Закен и старец. Закен, в данном случае, это старец. Это не старик, а старец. Это как бы человек, старый мудрец. Нет, он, конечно, в годах был. Они все были, но не могут быть. Звали его папа Бенбуха, который знал, что Аллаха найдет по дому и Лиля. То есть, то можно Аллах? Можно Аллах, да. Аллах, выявили сон хитар, что берут Аллах в Ганедангазарах. Леомар, если ничего это не смог, его выяснилось. А, и что ж смеху нельзя делать, да? По смеху тоже. Ну, это можно. Хитару, да. А что за сон хитар? Хитар, вот, Раша говорит, не улелая. Не улинная. Хитар это какой-то особый хороший. В общем, самая отходная песня, отходный сход, который в Иерусалиме был, пригнал туда в Азару, выстроил его в ряд, и с том, что все, кто хочет на них руки наложиться, наложится. Да, то есть он как бы, он как бы действием продемонстрировал, что, как бы, что Аллахат и Библия. Да, но он, в отличие от Евгения, не убоялся. Причем, он-то сам был бет-шамаевец. Ну да. Но он стал честным. Он был честным бет-шамаевец. В угол-то его, забрали оттанши в Библии, до кого Аллахат мог там. И тогда, наоборот, вот, обладал повелением, и назначили Лахту как у них. Было я шаматан, ше ир-эрби давар-тунь. И никто, увы, ничего не возражал. Так, давай еще одно. И еще, вот, рассказывают об одном ученике Исона Ильине, который свою улу привел в Базару, чтобы возложить на нее... То есть он опять же в празднике, да? Ну, и да. Мацао. Мацао. А, Мацао Талмиде Хатми Талмидей Бет-шамаевец. А, Мацао. А, Мацао. Мацао свинка. В общем, он нашел, и, бывает, как... В общем, накус на него один учеников Бет-шам и Бет-шамаевец. И говорит ему, что это-то... Что за возложение такое? А, Мацао. Мацао штика. Шитку бензи-фа. Ваа лапо. Шитку. Ну, да. Штика. Ну, он говорит... А что за молчание-то? Он говорит, молчать бы научился. А, так. Да помолчал бы. Понятно. Он, наверное, заткнулся позором. В смысле, он говорит, не тебе разговаривать, мы уже все решили. Да, в предыдущем они в доехе. Но в предыдущем они в доехе уже все решили. Что нужно возлагать? Так, что ты лезешь? Молчать научись. Да. А, Мара боит. Тафф-тфей, да? Тафф-тфей. Тафф-тфей. Леомар ле-хеврая. Значит, сказал об айе. Тафф-тфей. Тафф-тфей это из этого следует. Значит. А тфорган и рабон он был чинив на влецом? Да, а тфорган и рабон он сказал, что там и ха-ха-ха был. Что не должен вам говорить. Ладно, ладно, не мучайся. Если некому ученику-мудрецу, ну, мудрецу, так сказать, товарищ сказал нечто, он не должен отвечать, он не должен отвечать ему больше, чем тот сказал ему. В ответ он не должен говорить, значит, он у него вроде как наехал, но наехал лаконично довольно-таки, да? Значит, отвечать тоже не как бы нейтрино пространное, там, филиппика, а быстро, астроумное, чтобы заткнулся. Диингу амар ли мазусмяка, векаммигадер ли мазуштика. Кто-то ему сказал мазусмяка, и кто-то ему, значит, в ответ ему отвечает мазуштика. Нормально, вот так надо. Вот так надо. Поговорили, да. Ну, все, на этом, я думаю, на сегодня все. Ладно. Вот так, так. Так, запись убрать, сейчас. Спасибо. Спасибо. На сегодняшний раз. Спасибо,ibr. Спасибо. Продолжение следует...